Всем привет, меня зовут Руслан и это подробный разбор песни Лолиты в исполнении Доры, пошлю его на. Строй у нас нестандартный, как настроить гитару смотреть в подсказке этого видео, если вкратце, то нам надо спустить все струны на плотон. Также посмотрите короткий разбор этой песни, называется он Tutorial, там я играю песню целиком, с голосом и табами, и если что-то будет непонятно, например бой, то здесь я его подробно объясню. Разбирать я буду вот на этих струнах 11-го калибра, фирмой Pyramid, сделанной в Германии для профессиональных гитаристов, ссылка на них будет в описании. Переходим к разбору. Вступление ставим барре указательным пальцем на четвертом ладу, задеваем все струны, далее у нас безымянный палец на шестом ладу, пятый, бизинец на шестом ладу, четвертый. Играем по очереди, шестую, пятую, четвертую, и одновременно вторую и третью. Пауза. Повторим. Далее мы не меняя аппликатуры спускаемся на раз-два лада вниз, и добавляем средний палец на третий лад третьей струны. В правой руке мы играем точно такой же перебор. Далее точно такой же перебор уже с аккордом Е. Пауза, и одновременно мы играем третью и четвертую струну. Пауза. И теперь мы это все повторяем. И это все наше вступление, давайте его сыграем целиком, уже побыстрее. Пауза. 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 Теперь у нас начинается куплет номер один, и мы повторяем из вступления. Далее мы зажимаем аккорд ГДСМ, играем по очереди шестую, пятую, четвертую. Пауза. Далее мы одновременно играем вторую и третью струну. Пауза. Повторим. Зажимаем аккорд ФДСМ и как во вступлении. Перебор. Далее мы указательным пальцем ставим такое мини баре. На четвертом ладу задеваем пятую, четвертую, третью, вторую струну. И добавляем безымянный на шестой лад четвертой струны. И играем по очереди пятую, четвертую, третью, вторую. Пауза. Далее мы перемещаем эту позицию на два лада выше. И добавляем мизинец на восьмой лад второй струны. И играем арпеджиато. Мы играем струны волною от пятой струны до второй. То есть как бы по очереди, но очень быстро. Теперь закрепим материал, немного вернемся назад. Далее у нас перебор. Ставим также указательным пальцем мини баре на четвертом ладу. И безымянный на шестом ладу четвертой. И в правой руке мы играем струны по очереди. Шестую открытую. Четвертую. Третью. Четвертую. Вторую. Четвертую. Третью. Четвертую. Далее краешком указательного пальца мы задеваем шестую струну. Чтобы она у нас не звучала. То есть немного так поднимите вверх указательный палец. И мы играем точно такой же перебор, но уже с пятой струны. Далее мы тянемся мизинцем к шестому ладу пятой струны. Ставим его. Играем. Далее расставляем безымянный на пятый лад четвертый. Средний палец на четвертый лад второй. Указательный палец мы ставим на третий лад третьей струны. И попутно задеваем указательным пальцем. Третий лад первой струны. И в правой руке мы играем точно такой же перебор. Далее, когда мы это сыграли, мы уже играем правой рукой по всем струнам вниз. И делаем стакката. Стакката это значит отрывисто. Краешком мизинца можете задеть шестую струну, чтобы она у нас не звучала. Теперь я предлагаю полностью повторить наш куплет в медленном темпе. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь наш припев. Начнем с простого. Наша вторая гитара играет перебор. Как во вступлении, только такие аккорды. Два раза мы играем аккорд GDSM. Перемещаемся на FDSM. Аккорд E два раза. Теперь мы зажимаем аккорд DDS7. Указательным пальцем мы зажимаем баррэ на шестом ладу. Средний палец на восьмом ладу четвертый. Безымянный на восьмом ладу второй. Играем по очереди. Пятую, четвертую, третью одновременно. Первую, вторую. Пауза. Далее мы добавляем мизинец на девятый лад первой струны. И играем то же самое. Правой руке. Повторим. Перед началом припева мы играем по мертвым нотам. Быстро. Вниз, вверх, вниз. Перед тем, как мы изучим наш бой, сначала мы разберемся в наших аккордах. Мы здесь играем на квинтах. Первая квинта GDS5. Указательный палец на четвертом ладу шестой. Безымянный на... Безымянный палец на шестом ладу пятый. Мизинец на шестом ладу четвертый. Первая, вторая, третья струна приглушаются указательным пальцем. То есть указательный палец их задевает нижней частью. Тем самым у нас звучат только три струны. Теперь перемещаем эту позицию на два лада вниз. И мы играем квинту FDS5. Это второй аккорд. Далее квинта E5. Мы либо берем его указательным пальцем. Либо второй аппликатурой, как аккорд EM. То есть средний палец на втором ладу пятый. Безымянный на втором ладу четвертый. Первая, вторая, третья струна у нас приглушаются указательным пальцем. Указательный палец их задевает. Чтоб они у нас не звучали. Шестая у нас открытая. Если нам надо приглушить шестую, мы приглушаем его большим пальцем. Как и, собственно, при другой аппликатуре. Это третий аккорд и четвертый аккорд у нас DDS5. Мы от аккорда GDS5 спускаемся на струну ниже и перемещаемся на раз-два лада вперед. DDS5. Шестую струну мы приглушаем средним пальцем, либо краешком указательного. Также можете играть аккордами, которые у нас играла гитара номер два. Теперь мы разделим наш бой на две части. Первая часть, где мы играем глушение, и вторая часть, где играется у нас щелчок. Вниз мы играем ногтями указательного, среднего, безымянного пальца. Вверх мы играем ногтем большого пальца. Первая часть, как мы делаем глушение. Мы сверху кладем руку на струны. При этом наши пальцы на полусгибе. То есть мы ногтями, можно сказать, создаем этот треск. А ребро ладони, можно сказать, вот эта вот часть, останавливает нашу руку. Не отсюда у нас удар идет, а именно вот отсюда, сверху. Первая часть, мы играем вниз. Пауза. Вверх. И сразу же глушение. Вниз, пауза, вверх, глушение. Теперь вторая часть. У нас второй прием, щелчок. Мы большим пальцем ударяемся в шестую струну. И указательный средний безмянный у нас выпрямляется в этот момент и задевает нижние струны. В винте GDS5 это получается 5-4. И мы это должны сделать одновременно. То есть можете отработать прям отдельный элемент. Удар большого пальца в шестую с помощью поворота нашей кисти. И выпрямление пальцев. Потом просто сыграть это вместе. И если у вас этот прием не получится, просто играйте акцентированно вниз. И не парьтесь. Теперь вторая часть. Мы играем после глушения сразу же вниз. Пауза. Дальше. Рука на исходную. Вниз. Рука на исходную. Щелчок. Расслабляем пальцы на левой руке. Но не убираем их со струн. И играем вниз-вверх по мертвым нотам. Теперь попробуем соединить наши две части. На каждый аккорд мы бой играем два раза. Далее мы перемещаем руку на FDS 5. Играем тоже два раза. Далее у нас аккорд E5. И DDS 5. На DDS 5 у нас также большой пальцем ударяется об шестую струну. Теперь попробуем сыграть целиком, без остановок. Дальше. 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 Продолжение следует... Мы зажимаем квинту GDS-5, играем в правой руке одновременно, шестую, пятую, четвертую, пауза, пауза, далее мы перемещаемся на FDS-5, играем то же самое, пауза, зажимаем аккорд Е, перебор, как во вступлении, играем так два раза, и теперь мы зажимаем аккорд DDS-5 всеми пальцами. То есть указательным пальцем мы ставим баррэ, зажимаем шестой лад пятой струны и шестой лад первой струны. Далее средний палец на восьмом ладу четвертый, безымянный на восьмом ладу третий, бизинец на восьмом ладу второй. Играем по очереди пятую, четвертую, третью и одновременно первую, вторую. Субтитры подогнал «Симон» Сейчас мы просто все аккорды поднимаем на лад выше. Первый аккорд АЕМ, в правой руке играем то же самое. Потом аккорд Г вместо FDS. Теперь аккорд F. Мы зажимаем его как аккорд FDS, который мы зажимали, да, только на лад вниз. И дальше мы уже не D диаз, 7 зажимаем, а Е. То есть на лад выше берем. Повторим. И первая гитара у нас играет все на лад выше. Первая квинта А5. Вторая г5. F5. И Е5. В конце мы зажимаем АМ, но уже другой аппликатуры. Также указательно ставим баре. Средний палец на седьмом ладу пятый, безымянный на седьмом ладу четвертый. Играем по очереди. Шестую, пятую, четвертую, третью, вторую, первую. Далее ставите мизинец на седьмой лад первой и играем одновременно шестую, первую, вторую, третью струну. Повторим. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...